На какую социальную поддержку от государства могут рассчитывать казахстанские пенсионеры? Об этом в студии Prime Time мы поговорим с руководителем управления Департамента социальной помощи Минтруда Гульзат Жусупековой. Гульзат Кошубаевна, добрый вечер, добро пожаловать в студию Prime Time. Вот расскажите вкратце, какие меры социальной поддержки от государства существуют для пожилых людей? Вот вроде бы в санатории могут ездить, зубы лечить, да вот можете перечислить и как-то вкратце это сказать? Меры социальной поддержки граждан старшего поколения оказываются как на республиканском уровне, так и на региональном уровне. На республиканском уровне последовательно принимаются меры по совершенствованию системы пенсионного обеспечения. По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение базовой пенсии. С января 2024 года размер базовой пенсии повысился с 60% от величины прожеченного минимума до 65%, а также максимальный размер базовой пенсии повысился со 100% до 105% от величины прожеченного минимума. Кроме того, ежегодно размер солидарных пенсий повышается на 2% с опережением уровня инфляции. Таким образом, с 1 января 2024 года средний размер пенсионных выпадов с учетом базовой пенсии составил 131 278,872 тенге. Таким образом, также меры соцподдержки оказываются на региональном уровне. Меры соцзащиты, меры помощи по зубопартизированию, лекарственное обеспечение, это все оказывается на региональном уровне. То есть за счет средств местных бюджетов. За счет средств местных бюджетов оказываются и другие виды помощи. На санкур лечения, также на льготный проезд на общественном транспорте, также другие виды помощи. Кроме того, в рамках празднования месячника пожилых граждан в каждом регионе утвержден план мероприятий, согласно которому будет проводиться в каждом регионе чествование, проявление заботы, внимания граждан старшего поколения. Кроме того, можно отметить, что у министерства с 2021 года проводится работа по открытию во всех регионах центров активного долголетия. На сегодня таких центров в республике насчитывается 92. Деятельность таких центров направлена на стимулирование граждан пожилого возраста, на активное долголетие, на вовлечение их в общественную деятельность, а также на эффективную реализацию, эффективную организацию свободного времени. Существуют ли в стране социальные программы занятости для пожилых людей, желающих продолжить работу? Есть такие программы, такая программа, как серебряный возраст. Интересно, кстати. Можно кратко? Да, но я об этом. Ну, хорошо, мы, я думаю, что в следующий раз адресуем это другому департаменту, возможно, да, вопрос адресован. Хорошо. Какие еще инициативы социальные выдвигаются со стороны Минтруда для повышения качества жизни? Вы рассказали о центрах. Возможно, у вас в планах какие-то проекты еще есть? Ну, по республике продолжается открытие центров активного долголетия. К примеру, к 1 октября в Абайской области открылся еще один такой центр. В Шенкенте открывается центр Туркестанской области. И в целом, такие центры создают условия для активного долголетия пенсионеров, чтобы они не скучали и проводили красочно свои будние дни. Какие мироподдержки существуют для пожилых людей, которые живут в домах престарелых или нуждаются в уходе? Угу. Такие граждане обеспечены специальными социальными услугами. Спектр таких услуг обширен. Угу. По поводу медобслуживания можете добавить что-нибудь? Угу. А вот по поводу цифровой грамотности пожилых людей, что-то делается по этой части, чтобы они могли пользоваться онлайн-сервисами? Да, да, да. Хорошо отметили. Также вот в центрах активного долголетия есть различные секции, кружки, которые как раз-таки обучают финансовой, компьютерной грамотности граждан старшего поколения. Они посещают спортивные секции. И еще обеспечиваются консультации врачей-геронтологов в таких же центрах активного долголетия. Кузякова Ивановна, спасибо вам большое, что нашли время и пришли к нам на интервью. А нашим пенсионерам, ветеранам, пожелаем долгих лет жизни от себя. Спасибо. Мы продолжаем. Спасибо.